Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, рада вас приветствовать на последнем в этом учебном году моем вебинаре, который посвятила я теме интерактивного видео и в частности расскажу вам о том, как можно, не имея специальных навыков программирования, попробовать создавать интересный видеоконтент с различными видами интерактива, в том числе викторины, опросы, видео для обсуждения и целые интерактивные рабочие видео. Вот об этом, обо всем сегодня и пойдет речь на нашем вебинаре. Эту презентацию, как всегда, вы можете скачать, если вам она необходима в папке ресурсы, она есть и доступна для скачивания. По ходу вебинара я буду вам предлагать несколько ссылок для знакомства, чтобы вы параллельно с прослушиванием моей речи еще могли познакомиться с какими-то интересными примерами, созданными в разных сервисах и попробовать примерить их на себя. Подойдут они вам для работы или покажутся не очень эффективными. Представлю сегодня всего 13 инструментов различной степени бесплатности. Вот о них сегодня и пойдет речь. Ну, прежде всего, несколько вступительных слов о том, почему же все-таки формат видео и почему это так популярно и в школе, и в библиотеке. Ну и не только в школе, конечно, во всех учебных заведениях формат видео все-таки уже по популярности, если не перегнал презентацию, то наверняка уже где-то в уровень с ней идет. В последнее время и в учебных заведениях, и в библиотеках все чаще видеоролики выходят на первый план. И не только взятые из сети, уже готовые, снятые, профессиональные, но и выполненные самостоятельно. В библиотеках записываются буктрейлеры, создаются аудиостудии, слайдшоу, громкие чтения. Преподаватели тоже не отстают, создают учебные ролики, обучающие различных видов. Почему именно этот формат? Ну, во-первых, по сравнению с презентацией, у видео есть ряд преимуществ. Во-первых, считается, что видео лучше запоминается, потому что задействованы два канала восприятия – и слух, и зрение. Второй большой плюс – то, что видео воспроизводится не только на стационарных компьютерах, но и на мобильных устройствах. Это очень удобно, особенно если вы организуете какое-нибудь микрообучение, и ваши ученики учатся прямо на ходу. То есть просматривают видеофайлы, обучающие информацию получают с мобильного телефона, в транспорте, в свободное время, в парке, на улице, где угодно. Поэтому формат видео, конечно, здесь очень удобен. Кроме того, видеоролики, конечно, с точки зрения распространяемости тоже много преимуществ имеют. Они быстрее в социальных сетях распространяются, и на ютубе, и больше и больше получают популярность, нежели бы сравнивать с презентацией. Но самая главная проблема с видеороликами – это то, что когда мы их используем на мероприятиях библиотеки или во время учебы, это все-таки пассивность зрителей. То есть зрители присутствуют только как зрители, которые смотрят эту информацию, либо запоминают, либо пропускают мимо ушей. Но в любом случае проблема пассивности встает в связи с использованием видеороликов. Поэтому хотелось бы, чтобы наша видеопродукция, кроме того, что сообщает какую-то информацию, была бы дополнена какими-то дополнительными сведениями, давала бы ссылки на новые веб-ресурсы, открывала какие-то новые перспективы для учащихся. Может быть, какие-то вопросы, задания были бы подготовлены к этому видео. В общем, возникает проблема, как сделать видео интерактивным. И поскольку есть проблема, то и пути решения здесь уже найдены практически. Что появляются интерактивные видеоролики? Что они делают? Во-первых, помогают лучше знакомиться с темой, облегчают просмотр. Если вы не очень хорошо разбираетесь в системе, то вам дается система ссылок, аннотаций, комментариев, которые помогают вам лучше разобраться в теме и получить какую-то дополнительную информацию, если она вам интересна. Причем все эти ссылки, аннотации, комментарии вы просматриваете по собственному желанию, то есть самостоятельно управляете своим просмотром. Открываете именно те материалы, которые кажутся вам интересными. Вторая особенность. Интерактивное видео позволяет сделать зрителей участниками. Здесь есть и опросы, и обсуждения, и задания, и викторины. Все это помогает активизировать зрителей, и смотреть такое видео становится еще более интересно. Предлагаю посмотреть несколько сервисов, которые позволяют достаточно быстро сделать такие интерактивные видеоролики. Есть несколько сервисов, которые позволяют сделать видео с аннотациями, комментариями и ссылками, но не только это. Можно и с помощью этих сервисов даже вопросы и задания прикреплять. Например, самый простой сервис, наверное, в этом ряду – это сервис VideoAnt. Сервис для создания комментариев к видеороликам. Чтобы в нем работать, достаточно только зарегистрироваться. Даже специальных обучающих материалов здесь и не нужно. Вы загружаете видеоролик, к которому хотите добавить интерактив. Это видеоролик, размещенный на YouTube. Вообще, забегая вперед, надо сказать, что практически все сервисы, за редким исключением, ссылаются на ролики именно из YouTube. Вы оттуда загружаете свой видеофрагмент. Либо это ваше собственное видео, либо видео, которое размещено в сети, на которое у вас есть разрешение для использования, чтобы авторские права не нарушались. Ну и затем на основе этого видео создаете свой учебный контент или какой-то другой. Итак, добавляйте видео с YouTube. Здесь всего две кнопки. Добавите аннотацию, нажимаете ее и размещаете с правой стороны дополнительную информацию, текстовую. Здесь ссылки не вставляются, но текст можно вписать небольшой. Либо вы можете задать вопрос, на который хотелось бы, чтобы слушатели вам ответили. Слушатели ответить могут. Для этого есть кнопка «Комментировать». Вот я ее в красную рамочку выделила. Каждый вопрос, каждое ваше утверждение и комментарий привязывается к определенному фрагменту видео. То есть вы выкручиваете видео до нужного вам момента, нажимаете на паузу и добавляете ваш комментарий или аннотацию. Вы можете пригласить с авторов для работы. Это удобно, если вы работаете в коллективе. Для добавления аннотации можно пригласить других участников, только им нужно зарегистрироваться для этого. Вот так. Зрители могут просматривать видео, параллельно изучать дополнительные какие-то сведения, получать более подробную информацию по теме. Другой вариант. Сервис ВИБИ. В чем его особенность? Он примерно тот же самый функционал предоставляет. Вы загружаете видео с YouTube, а дальше добавляете к нему аннотации и вопросы. В чем отличие? ВИБИ работает с длинными видеофайлами. У него есть функция выделения фрагментов. Вы можете в видеоролике выделить несколько фрагментов, их обрезать, условно говоря, обрезать, и именно к этим фрагментам задавать вопросы. Это удобно, например, если вы предлагаете, ну вот учащимся в школе, посмотреть серию фильма, там «Война и мир», например, но всю серию достаточно длинно просматривать, какой-то эпизод предлагаете для просмотра, вы там в сервисе его обрезаете, условно, и к нему предлагаете ряд вопросов. Участники могут точно так же комментировать, отвечая на вопросы. Кроме вопросов, можете аннотацию написать к любому фрагменту. Сервис не удаляет все, что вы обрезали, он так условно делит на фрагменты. Если вам необходимо, то вы можете просмотреть и полностью весь видеофайл, если это необходимо. Есть для этого специальная кнопка. Тоже интересный и очень простой сервис. Далее. Новый сервис «Таймлайн» «Элайнэли» появился совсем недавно. Он похожим функционалом, обладает чуть большим, правда. Тоже загружается видео с Ютуба по ссылке, любой видеоролик. Далее запускаете его и начинаете, в нужный момент останавливаете и добавляете. Можно добавить комментарий, можно добавить вопрос, аннотацию, и можно добавить еще и изображение. И на ленте времени, внизу, если вы заметили, то те комментарии и текстовые вопросы, они будут в виде такого речевого облачка отображаться, а картинки в виде маленьких миниатюрок. Так, чуть больше функционала, но простота использования все такая же. Особых даже не нужно тут знаний. Всего несколько кнопок позволяют достаточно быстро вам прикрепить какие-то комментарии и вопросы к вашему видеоролику. Единственный недостаток, конечно, что вопросы здесь открытые, вы не можете как-то повлиять, и ваши участники могут только вам комментарии написать. А вот другие виды викторин, но об этом давайте более подробно поговорим. Если есть необходимость, создать видео с заданиями, тестами, какими-то опросами, где нужно из нескольких вариантов выбрать правильный ответ, либо, может быть, прикрепить задание более сложный, не просто открытый вопрос. Для этого есть сервисы, но я их тоже расположила от простого к сложному. Самый быстрый опрос на основе видео можно создать с помощью знаменитого конструктора Google Forma. Он позволяет создавать разные виды опросов, в том числе и на основе видео. Только вместо вопроса вам нужно сначала загрузить видеоролик с YouTube. Я красной рамочкой выделила эту кнопку. Загружайте видео, а дальше добавляйте к нему один или несколько вопросов. Вопросы можно с вариантами ответа, можно открытые вопросы, можно со шкалой, с таблицей, с открытой формой для вписывания ответа, с датой и так далее. Вопросы совершенно разные здесь могут быть. Далее вы можете установить обязательно этот вопрос или нет. Внизу есть специальный рычажок для этого. Вы можете попросить участников представиться, какую-то дополнительную информацию о себе сообщить. Вы можете отправить этот опрос по электронной почте. И самое замечательное, в одну форму вы можете вставить сразу несколько видеороликов и создать целый опрос по целой серии видео. Например, разместить там серию видео, посвященную какому-то определенному писателю. И по каждому видеоролику задать один или несколько вопросов. Большой плюс Google Format, то что все ответы участников будут сохраняться у вас в разделе «Ответы». Она рядышком с разделом «Вопросы». Что в этом разделе? Ну вот ссылочка. Вот так рассылается приглашение. Эта анкета рассылается. Вы можете также пригласить соавторов для того, чтобы эту викторину создавать вместе. Для этого тоже есть специальная кнопка. Вернусь чуть назад к ответам. Ответы могут быть представлены в Google таблице. Так она у вас на Google диске будет сохраняться. Либо можно уже в виде Антуджи автоматически будет вам показана в виде круговой диаграммы, как статистика. Сколько каких ответов было. На тот случай, если у вас из нескольких, нужно выбрать один верный. По этой статистике вы можете легко ориентироваться. Так очень удобно проводить различные дистанционные конкурсы. Ну и вообще опрашивать школьников удобно. Вы сразу видите правильные и неверные ответы. Можете просуждать призовые места, если это у вас конкурс, либо выставлять оценки, если это у вас ученики. Поэтому Google Format все равно по-прежнему остается одним из самых востребованных инструментов, вот она позволяет и видео сделать интерактивным. К тому же это все быстро. Единственное, что нужно сначала создать Google Account, если у вас его нет. Далее. Сервис YouTube, конечно, как же без него. Одно во время он позволял создавать очень интересные интерактивные видеоролики. Можно было целый видеоквест устроить. К сожалению, этой функции уже нет, от нее отказались. Называлась эта функция аннотация. YouTube посчитал, что она не самая интересная в их системе. И от этого пришлось отказаться. Очень жаль, много видеороликов просто погибло. Зато появилась на ее смену функция, называется она «Подсказка». Как это работает? Подсказка позволяет создавать опросы внутри самого видеоролика. То есть по ходу видео вы можете принять участие в опросе, выбрать из нескольких вариантов один из ответов, и тут же увидеть статистику, сколько участников ответило в процентах по каждому из вариантов. Вот такой вариант. «Быстрый опрос». Это удобно, потому что вы никуда не уходите с YouTube, вам не нужно видео никуда в сторонние сервисы загружать. Вы можете работать прямо внутри самого сервиса. Сейчас я вам ссылочку отправлю. Это небольшой видеоролик, просто как тренировочный. Я попробовала, как это работает. Работает, правда, очень быстро. За три минуты я создала маленький опрос. Видеоролик про «Библионочь», такой тизер, там буквально несколько, полминутки. И в конце этого тизера опрос. Будете ли вы участвовать в «Библионочи» как вариант. Такие видеоролики вы можете создавать по любой тематике. Например, рекламируя свою библиотеку, спрашивая мнений читателей, приглашать на мероприятие, интересоваться, придете ли вы. По учебному материалу тоже какие-то опросы можно придумать. В общем, инструмент достаточно функциональный и быстрый. Единственное, что сейчас на Ютубе существует так называемая творческая студия. Если у вас есть свой канал на Ютубе, то я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Был когда-то классический у нее интерфейс у Ютуба. Для того, чтобы добавлять подсказки, нужно перейти в классический интерфейс. Нажать кнопку «Менеджер видео» и выбрать нужный вам видеоролик. Видеоролик должен быть вашим. Вы к нему прикрепляете опросы. Тут уже чужие видео не добавляются. Загружайте свой маленький видеоролик. Ну или не маленький, какой есть. Далее нажимаете «Подсказки» в вкладку. Ну и дальше вам предлагается список подсказок. Что в качестве подсказки может быть? Ну, во-первых, вы кроме того, что можете опрос создать, вы можете добавить ссылку на другое какое-нибудь видео или целый плейлист. Вот тут вы можете уже добавлять ссылку на любой видеоролик. Не обязательно он должен быть вашим. И то же самое на любой плейлист, который вам нравится. Вы можете добавить ссылку прямо на целый канал. Но это скорее для продвижения видеороликов. Это не столько для выполнения каких-то учебных задач. Просто вы можете создать целую цепочку видеороликов от одного к другому. Возможно так. Самое ценное, на мой взгляд, именно вот здесь опросы. Выбираете эту опцию, нажимаете «Создать». Вот такая форма появится, как сейчас на слайде. Нужно вписать вопросы и варианты ответов. Здесь может быть 5 вариантов опроса. Нажимаете кнопку синюю «Создать подсказку» и опрос у вас встраивается внутрь видео. Внутри видеоролика может быть создано до 5 таких опросов. Вот таким образом можете интересоваться мнением своей аудитории, проводить разные голосования прямо на YouTube. Еще один вариант для создания опросов и викторий называется он «Апэстер». Сервис чуть посложнее будет. Вот так выглядит маленькая моя викторинка про белого медведя. Что здесь? Здесь видеоролик, опять-таки, добавленный с YouTube, к которому вы добавлять можете викторину с выбором правильного ответа. Одного из двух. Либо это может быть опрос, тоже с двумя вариантами голосования. Либо еще есть такая функция «Персональный тест», но он, в общем-то, не сильно отличается от традиционного вопроса с вариантами ответов. Сервис простой, действительно нужно зарегистрироваться, добавить видео и можно работать. Какая здесь особенность, я заметила? Вы, когда будете просматривать видео, может быть, обратите внимание, что там нельзя пролистывать. На ленте времени все вопросы или какие-то интерактивности отмечены точечками, кружочками. Для бустроты иногда можно их пролистать в некоторых сервисах. Вот здесь нельзя. Здесь видео такое дидактическое, учебное, познавательное. В общем, пролистать ничего нельзя. Только вот смотришь видео, ждешь момента, когда откроются вопросы, тогда уже на него отвечаешь. Вот такая особенность. Плюс или минус, тут уже вам судить. Как это работает? Загружаем видео, опять отматываем на нужный момент, нажимаем кнопку для создания интерактивности, и дальше вписываем вопросы, два варианта ответа. Правильно отмечаем галочкой, если это у нас викторинка. Если просто опрос, то ничего не отмечаем. Дальше. У вас внизу есть зеленая кнопочка вверху. Play video during interaction. Нужно ли, чтобы видео продолжалось, пока идет интерактив? Нет, не обязательно. Вы можете передвинуть рычажок туда-сюда, обратно, как вам удобнее. Удобнее, конечно, видео приостанавливать, чтобы участник смог собраться с мыслями и подумать над ответами. Дальше. Тут еще интересная опция такая есть, мультяшная, называется «Обратная связь». Вы можете настроить обратную связь в случае правильного и неправильного ответа. Тут есть картинки. Позитив – это в случае правильного ответа. Дальше, если открыть весь список, будет еще негатив. Вот на негативе можно другую картинку выбрать. И будет такая анимашка в случае верного и неверного ответа. На последнем слайде, если вы досмотрите видео до конца, то там суммируются все ваши ответы, правильные и неправильные, и вам сумма баллов выдается. Вот такая маленькая видеопрезентация получается. Плохо, что она на весь экран не разворачивается, но зато вы можете ее вставить на страницу сайта или блога. Кстати, вот все сервисы, о которых я уже говорила, они все вставляются на сайт и в блоге, поэтому пользоваться очень удобно. Вот такая интересная штука – это Tapestor. Вообще-то он создает не только видеовикторины, это одна из его опций. Это сервис для создания разных викторин. Есть там и традиционные в виде презентаций, и различные тесты, опросы, голосовалки. В общем, довольно интересный инструмент, интересный продукт получается. Ну вот куда без этого сервиса. Learning Apps – самый известный игровой сервис для создания различных игровых упражнений. Сейчас я вам ссылки сразу отправлю в чат. Это вот про законы Архимеда. Здесь у меня еще есть про Куликовскую битву, просто наугад несколько тем. Вот на страничку ВКонтакте вы можете встроить в виде ссылки. А по-другому эти все инструменты, они так и не вставляются. Как видеоролик вы можете добавить только, если оно на YouTube у вас сделано, вот с опросами. Можно как видео просто с YouTube. А если у вас какие-то сторонние сервисы привлекаются, то вы можете ВКонтакте делиться только как ссылкой. Таким образом. Но Learning Apps – чем интересен этот сервис? Он позволяет создавать и видеовикторины тоже. Здесь большое количество шаблонов, более 20 всяких разных. Игры со словами, кроссворды, игра «Кто хочет стать миллионером», различные пазлы. Многое-многое перечислять можно бесконечно. Викторины традиционные и не очень. В том числе среди викторин есть так называемый шаблон аудио-видео-контент. Если вы работали в этом сервисе, то знаете, что работать несложно. Он на русском языке. Вам нужно выбрать шаблон. Ну а далее его заполнить. И у вас сервис сгенерирует вам упражнения и игру в викторину на любой вкус. Сервис создавался специально для использования учителями в школе. Ну и библиотекарь с удовольствием пользуется. Тем более, что очень удобно. Итак, после того, как вы выбрали шаблон аудио-видео-контент, можете, кстати, посмотреть несколько примеров, как это работает. Ну а потом нужно заполнить вот такой маленький шаблончик. Здесь вы точно так же должны определиться с видео, к какому фрагменту что прикрепляем. Минус сразу скажу, что здесь вручную надо устанавливать время. То есть у вас нет видеоролика под руками, вам в каком-то другом окне его придется открыть и отмотать, посмотреть, какую отсечку времени, а потом ее здесь вручную вписать. К сожалению, здесь как-то не очень продумали создатели. Ну вот, вписали мы эту отсечку времени. Дальше у нас есть вставка. Вот это большое поле вставка. Здесь мы просто какую-то аннотацию можем добавить к вашему видеоролику, который вы загрузили. Загружается он тоже с YouTube. Ну вот, например, у меня про «Северное сияние» я небольшую аннотацию добавила, что первым, кто его объяснил, был Ломоносов. Это просто текстовый кусочек. Если же вы хотите прикрепить к вашему упражнению какую-нибудь игру, например, кроссворд, или игру со словами, или там игру на соответствие, то, во-первых, они должны быть созданы уже в этом сервисе заранее, ну и должны быть созданы вами. Это должны быть лично ваши, работающие в вашем аккаунте. Вы выбираете кнопку «Выбрать приложение», а дальше у вас открывается список всех упражнений, которые вы здесь уже когда-то сделали. Кроссворды, игры и многое-многое другое. Просто выбираете то, что вам нужно, щелкаете, и оно прикрепляется у вас к видеоролику. Далее новый вопрос и новые упражнения прикрепляете. Количество заданий здесь не ограничено. Любое, сколько хотите, можно сделать. Все бесплатно. Единственное, что они будут, конечно, видео немножко перегружать. Поэтому слишком сильно заданиями и упражнениями не стоит увлекаться. Но 4-5 – это оптимально. Больше 5 уже, к сожалению, компьютер может зависнуть. И вместо удовольствия может участникам и не понравиться все это. Поэтому вот. И вот минус тот, что надо все заранее сделать. То есть вам заранее нужно продумать игры, их смастерить в Learning App, а потом их через этот шаблон загрузить, подцепить к видеоролику, и получится вот такая видеовикторина интересная. Да, запись вебинара можно будет не скачать, а посмотреть на YouTube. Вот. Она будет через несколько дней доступна. Еще один интересный сервис. Мне он очень нравится. Называется он AdPuzzle. Очень функциональный, несложный, опять-таки. Много что можно сделать. Оптимальное соотношение простоты и функциональности. AdPuzzle. Сервис тоже созданный для образования. Но с удовольствием и библиотекарь тоже пользуется. Для создания видео интерактивного, с аудио, текстовыми заметками, с вопросами и заданиями. Здесь тот случай, когда можно видеоролик промотать. Просто пощелкать по заданиям, посмотреть на сами задания. Как и в Learning Apps, там тоже есть функция просмотра отдельно от видео. Если вы хотите просто просмотреть, какие задания здесь есть. Как это работает? В сервисе есть два аккаунта. Учитель и ученик. Teach. Учитель имеет право создавать викторины, интерактивное видео и предлагать для просмотра. А студент может зарегистрироваться и принимать участие во всех этих опросах о викторинах. Есть у сервиса мобильная версия, но она только для айфонов и айпадов. Пока. Регистрируйтесь, заходите и загружайте видео. Большой плюс. Вы можете загрузить видео со своего компьютера. Здесь есть кнопка «Оплоуды видео». Можно не обязательно быть привязанными к Ютубу, можно прямо сразу со своего ПК. Если не хотите с компьютера, можно традиционно искать контент в интернете. Search for content. Для этого есть кнопка. Кроме Ютуба, здесь еще много, откуда можно добавить видеоролики. Другое дело, что эти платформы у нас в России не очень известны. Тут и на Vimeo можно сослаться. TED-Ed, я о нем чуть позднее буду еще говорить. National Geographic и другие сайты и хостинги, где размещаются видеоролики. Находите по поиску, либо по ссылке. Он у вас загружается в ваш личный кабинет. И дальше вы начинаете с ним работать. Вот так выглядит рабочее поле. В центре видеоролик, а сверху кнопочки для добавления интерактива. Для начала, перед тем, как добавлять сюда задание, вам нужно видео немножко подкорректировать. Если действительно это нужно. Есть функция обрезки. Называется она «Crop Video». Выбираете ее и красными маркерами отмечаете фрагмент видео, который вам нужен и который вы хотите отрезать. Белым отмечено сейчас на ленте времени то, что отрежется, а вот серое – это то, что останется. Это удобно, если у вас видео очень большое и вам просто такой видеоролик не нужен. Отрезать можно либо в начале, либо в конце. Далее. Следующая опция, какая тут еще есть, это, конечно, «Задай вопросы викторины». Это кнопочка самая последняя – «Квизис». Если ее нажать, то можно выбрать из трех вариантов. Первый – добавить открытый вопрос. Он со значком вопроса. Здесь все очень просто. Вы можете вписать сюда просто вопрос, сохранить его. К нему прикрепляются ссылки и картинки. Далее. Второй тип – это с выбором ответа. Традиционная викторина. Здесь один ответ правильный, остальные неправильные. Вы их можете добавить несколько. Ну и опять-таки можно добавлять и ссылки, и изображения. Далее. Третье, так называемое вот это вот облачко – это комментарии или аннотации. То же самое, ссылки и изображения добавляются. Просто вносите текст, какую-то справочную, дополнительную информацию, к видеоролику и сохраняйте. Все это прикрепляется в виде значков. Внизу можно эти значки увидеть, все эти интерактивности. Есть еще особенность у этого сервиса, если вам не нравится озвучка. Звук, который идет на заднем плане. Допустим, вы скачали видеоролик, он на английском языке. А вы хотите его перевести на русский. Ну, вдруг вы его переводите. Как сделать, чтобы эта озвучка пропала, а загрузить поверх нее новую? Можно. Функция VoiceOver позволяет записывать голос, убрать то, что раньше было, и записать новую озвучку. Переозвучить ролик, по сути. Вам нужен только микрофон. Нажимаете на кнопочку и на значок микрофона. А дальше наговариваете текст, запускаете видео и поверх записываете озвучку. Если вам она не нравится, можно в любой момент остановиться и переписать заново. Ну, еще особенность есть, еще так называемые аудиозаметки. Если вы не хотите текстом вписывать что-то, можно добавить аудиозаметку. Прямо комментарий по ходу. Допустим, у вас есть видеоролик. А вот по поводу этого вопроса я сейчас отвечу. Я его увидела. По поводу аудиозаметок. Допустим, в объяснении диктора какая-то пауза возникла, и вы хотите дополнить своей информацией, для этого и существуют голосовые заметки. Что-то очень быстро добавить к голосу диктора за кадром, если необходимо. Вот такие заметки. Участники могут пролистывать, просматривать те вопросы, на которые они хотят ответить, и в режиме обычного просмотра с этой викториной может работать каждый. Единственное, что никакого подсчета баллов вам идти не будет в случае ответов. Вы просто проверите свои знания. Если же вы хотите поставить это на рельсы преподавания, оценивания и прочего, то есть такая функция создания класса. Вы можете создать здесь свой класс, добавить туда интерактивное видео, которое вы создали, и пригласить к ответу на вопросы своих детей, ребят. Разослать им ссылки по электронной почте. Они зарегистрируются как ученики. Студенческий аккаунт заходят. Ваше интерактивное видео отвечает на вопросы. Все это записывается у вас в личном кабинете, и вы можете отследить, кто из участников как ответил на каждый из ваших вопросов. Так вы можете проконтролировать и оценить ответы участников, и вообще оценить уровень изучения той или иной темы. Теперь, что касается ссылок, инструкций и примеров. В конце нашего вебинара я подготовила целую презентацию со ссылками, инструкциями и примерами. Все, которые, пример, я сейчас в чат кидаю, они все там будут. Поэтому дожидаемся конца презентации. В конце презентации будет бонус. Итак, еще один сервис называется PlayPosit. Одно время я очень скептически к нему относилась. Он по своему функционалу очень похож на предыдущий. И когда-то он был абсолютно очень монетизированный. То есть половина, да нет, наверное, две трети этого сервиса предоставлялась только за деньги. Какое удовольствие было, когда я зашла через несколько лет и выяснилось, что кроме того, что он поменял название, он раньше назывался EduCanon, он сейчас еще и представляет весь функционал практически бесплатно. Вот посмотрите, что можно прикрепить к видеоролику. Multiple choice, я вот красную рамку выделила, это вопрос с выбором правильного ответа одного из. Check all – это викторина с выбором нескольких ответов, их можно несколько. For your response – это открытый вопрос. Fill in the blank – это пропуски в словах, в предложениях. Заполнить словами пропуски в предложениях. Дальше, poll – это опрос. Discussion – это дискуссия, обсуждение. Дальше есть так называемая пауза. Pause – это для аннотаций, для разной дополнительной информации. Видео останавливается и появляется какая-то справочная информация ваша, которую вы сюда впишите. Ну и кнопочка Embed – последняя. Это для различных ссылок на другие веб-ресурсы, если хотите. Как видите, здесь очень хороший функционал, он ничем не уступает AdPuzzle. Единственное, что, чтобы вас не пугало, если вы захотите поучаствовать в этом сервисе, то, что здесь немножко многоступенчатая регистрация. Если в AdPuzzle вам сразу дают доступ к созданию видео, то здесь вам предложат сначала создать свой класс. Даже если вы не планируете каких-то учебных событий производить, так или иначе класс придется создать. Затем аккаунт. И только после этого вы можете уже загрузить, наконец, с YouTube свое видео и начать добавлять к нему разные интерактивные штучки. Тут самое главное – пройти регистрацию и создание класса. После этого все остальное будет довольно просто. Смотрите. Вот, например, самая востребованная опция – это создание викторин всяких разных. Ну вот, например, CheckAll я выбрала. Это когда несколько вариантов ответа может быть. Вписываете вопрос, вписываете ответы правильные, отмечаем галочкой. Может быть один, может быть несколько. Далее, как видите, к вопросу можно прикрепить изображение и можно то же самое изображение добавить еще и к ответам, если это необходимо. Далее, вопрос и ответы можно записать в виде озвучки. Если не хотите традиционные текстовые викторинки, то можно озвученные делать аудиовикторины. Такая опция дополнительная. Ну, все остальное – подкорректировать шрифт, наклонный, жирный – это уже дополнительные мелочи. Далее. У викторины есть, ну и вообще у всех заданий, здесь есть интересная опция, чего не было в других сервисах – возможность устанавливать оценивание. До этого во всех викторинах традиционно за каждый ответ давали по баллу. Ну и суммарно учитывали результат. Здесь есть опция настройки, и вот ползунок голубой, если видите на слайде внизу, 2 балла 2 points написано. Вот этот ползунок регулирует количество баллов от 1 до 10, по-моему, правильно, если я не ошибаюсь. Вы можете этим ползунком двигать влево-вправо и устанавливать, сколько баллов за тот или иной вопрос выдать, в зависимости от сложности. Интересная штука. Есть здесь опция обрезки видео, есть еще такая тоже интересная вещь – вы можете создать целый видеоурок. Несколько видеороликов цепочкой прикрепить один за другим. Вам даже ссылки не надо устанавливать, сервис сделает это автоматически. Как только одно видео закончится, тут же начнется второе. И так участники могут целую цепочку посмотреть, и у вас получится такая серия видеоклипов. Целый видеоурок небольшой. Тут же интересная опция. Опять-таки, вы можете это встроить на страницу сайта и блога, получить обычную ссылку для всех, либо, раз уже вы создали класс, то можете получить ссылку на класс и приглашать туда участников. Участники, как и в AdPuzzle, тоже регистрируются и отвечают на вопросы, а вы в своем личном кабинете отслеживаете, как активно они работали. Вот такая хорошая вещь. Интересный сервис, один из моих любимых, называется H5P, о нем я говорю очень часто и на многих вебинарах, потому что он позволяет создавать именно интерактивный контент. Это его особенность. Здесь в чем-то есть похожаясть на Learning Apps. Здесь тоже есть шаблоны, которые заполняются, а далее сервис самостоятельно вам генерирует тот или иной информационный продукт. Вам необходимо только пройти регистрацию, она здесь из двух или из трех ступеней состоит. Вам нужно не через социальные сети, а действительно по электронной почте зарегистрироваться, вписать фамилию, имя, адрес, пароль и все остальное. Копчу, подтвердить, что вы не робот, ответив на один вопрос. Ну а далее можно приступать к созданию контента. Сервис, к сожалению, не русифицирован, он на английском, есть подробные инструкции, но об этом в конце вебинара, поэтому пугаться особенно здесь нечего. Выбираете шаблон, называется он Interactive Video, интерактивное видео. Даете название, вот шаблон как раз выделен здесь, ну а далее загружаете. Вот сейчас там значок YouTube стоит, загружать с YouTube можно и со своего компьютера тоже, до 16 мегабайт поддерживается с YouTube без ограничений. Если необходимо, прописывайте копирайт, но можно дополнительные какие-то опции настроить, например, перевести надписи, не чтобы английские кнопочки были, а с русскими надписями. Зачем забыла про ссылки, давайте я вам еще несколько ссылок добавлю. Вот PlayPosit, вспомнила, что я не давала ссылку на него, вот так он выглядит. И еще один сервис H5P, вот еще пару ссылок. Это первая ссылка на маленькое видео про витамины. Я в этом видео постаралась все возможные варианты интерактива представить, для ознакомления, как это выглядит. И вторая работа, это по литературе пойма Пушкина «Медный всадник». Все в этом сервисе выполнено. Итак, загрузили видео, дальше открывается список интерактива. Чего тут только нет. Ссылки при повторном просмотре, да, конечно, будут все активно. Смотря какой вы просмотр имеете в виду. Если это видеозапись на Ютубе смотреть, то ссылки с чата уже нельзя бы нажать. А если вы скачаете презентацию, которую я сейчас вам демонстрирую, то все ссылки рабочие, все работает. Итак, H5P. Как видите, здесь огромное количество разных кнопок для добавления интерактив. Есть традиционные кнопки для добавления надписей, просто из одного из двух слов, текста. Можно добавить таблицу, ссылку на веб-ресурс и картинку. Далее вопросы и викторины с утверждением, с несколькими вариантами, закрытый вопрос, открытый, с выделением слова, с переносом слов. Можно добавить так называемый вопрос ветвления. Я вам расскажу чуть позже, что это за штука такая. Можно добавить горячие точки. Если вы когда-то создавали интерактивные плакаты, то, может быть, видели, что на поверх изображения наносятся так называемые метки, горячие точки их еще называют. Нажимая на эти метки, мы получаем какую-то дополнительную справочную информацию. Вот здесь тоже есть такая опция. И у меня даже на слайд все не поместилось, там есть еще прикрепление целого текстового документа и анкеты. Ну, что-то наподобие опроса. В общем, здесь, если посчитать, здесь очень много, что можно добавить в качестве интерактива. И сервис считается одним из самых функциональных, хотя может быть не таким простым. Итак, как это все работает? Точно так же. Видео запускаете, в нужный момент ставите на паузу и значок нажимаете то, что вы хотите добавить. Ну вот, например, я нажала на текст. Хочу добавить текст. Появляется окошко настройки. Здесь вам предлагают установить вручную. Первая ваша метка временная будет уже установлена. А дальше установите, насколько этот текст должен появляться на экране. На которое время. И нужно ли останавливать видео, пока этот текст появляется. По умолчанию здесь все уже настроено. Можно даже здесь ничего не трогать. На 10 секунд текст появится, а потом исчезнет. Если хотите, можете приостановить видео, пока сам зритель не захочет его вновь запустить. После прочитывания текста. Текст может быть в виде кнопочки. Нажимаешь на кнопку, открывается текст. Либо сразу в виде постера. Такого окошка, которое будет всплывать. Вновь вписываете сам текст и сохраняете. Все, текст у вас сохранен. Далее, например, вы хотели добавить гиперссылку. Нажимаете на кнопку «Link». Точно так же устанавливаете время появления, исчезновения, останавливать, не останавливать видео. Какое-то название придумываете в вашей ссылке. Ну и далее вставляете ее. Можете выбрать еще дополнительный цвет и тень для оформления. Опять все сохраняете и добавляете в видео. Ну а дальше самое интересное – викторины. Викторины здесь создаются прямо по ходу. Вам, как в Learning Apps, не надо ничего дополнительно заранее создавать. Прямо в ходе работы с видео нажимаете значок викторина, например, с правильными и неправильными ответами, и открывается вот этот шаблон. Вопрос, question. Дальше несколько вариантов ответа. Правильные и неправильные. Затем add question, новый вопрос, и опять несколько вариантов. Количество вопросов здесь не ограничено. Вы можете целую серию создать вопросов к одному временному фрагменту. Далее, если у вас серия вопросов, то можно и обратную связь настроить. Для этого есть такая функция – feedback, она называется. Здесь уже настроено все. Вот так, например, оценивают результаты. То есть 100% от 80 до 100% – это отлично. От 20 до 80 – хороший ответ. Если до 20, то неплохо. Вы сами прописывать можете здесь свои собственные комментарии. Это я так от себя что-то придумала. А здесь прописать вы можете любую обратную связь, какую захотите. Если вы не хотите этим заниматься, есть кнопка distributive evently, и вам сервис сам все посчитает. Даже не нужна никакая обратная связь. Далее. Вот еще несколько интересных заданий из этого сервиса. Вот это задание называется drag and drop. Но судя по картинке, я думаю, понятно, в чем оно заключается. Дано какое-то изображение, оно появляется прямо поверх видеофайла. И вам нужно назвать вот это животное, выбрав из нескольких вариантов. У меня здесь три, можно больше сделать. Вы загружаете картинку, добавляете вот такие кнопочки с названиями, а дальше устанавливаете кнопку, которая из них верная. Задача участника – мышкой взяв кнопку, перетянуть ее на изображение. Drag and drop. Тащи и бросай. В переводе. Такая необычная игровая ситуация возникает. Особенно интересно это для создания каких-то детских развлекательных видеороликов или каких-то учебных интересных материалов можно использовать. Ну и еще один вопрос, викторина, вопрос ветвления. Ни в одном сервисе такого нет, интересная вещь. Crossroads называется в переводе перекрестки. Как это все работает и что это вообще? Это, как сейчас постараюсь сформулировать правильно и четко, как это выглядит. На определенной временной отсечке вашего видеоролика вы получаете кнопку. Вот Crossroads как раз. Нажимаете, открывается викторина, какой-то вопрос вам предлагается, несколько вариантов ответа. В зависимости от того, какой вариант ответа вы дадите, вы перескакиваете на определенный момент этого видео. Например, если вы ответили неверно, то вас могут вернуть назад, чтобы вы еще раз посмотрели видеоролик и опять ответили на вопрос. Если вы ответили верно, то видеоролик перескакивает уже на новый эпизод, и вы продолжаете смотреть. Вот так можно целый образовательный квест построить. То есть в зависимости от выбора участника, он оказывается либо в начале видео, либо назад попадает, либо вперед. Вы можете вот так вот передвигать своего зрителя по видеоролику. Вот это задание достаточно сложно, просто у вас много времени уйдет на отмеряние нужных фрагментов и так далее. Но, наверное, оно того стоит, потому что получается интересная штука. Ну, практически видеоквест получается. В зависимости от того, какой ответ вы дадите на викторину, будет дальше ваш маршрут продвигаться по этому видеоролику. Здесь все очень просто. Ну, да, по сравнению с Uniseps, то да, неудобно. Неудобство в том, что здесь много всего, много очень разных настройок, и на английском языке, наверное, поэтому неудобно. Но, тем не менее, очень функционально получается. Вводите текст вопроса, варианты ответов, а дальше GoTo – это временная отсечка, на которую переправится участник, если выберет этот вариант ответа. Ну и далее сохраняйте это все. Интерактив у вас появился. И еще горячая точка – тоже интересная штука. Если ссылка, она просто как ссылка работает, вы просто на нее нажимаете, переходите на сайт, то горячая точка – это немножко, чуть более, чем просто гиперссылка. Да, Google Chrome переводит отлично, точно. Спасибо большое, Хэлла Александрович. Да, Google Chrome отлично все переводит. Я вам еще серию обучающих материалов дам, может быть, они помогут вам в работе. Ну вот, смотрите, горячая точка поверх видеоролика устанавливается. Нажимая на эту точку, вы попадаете либо на какой-то веб-ресурс, либо на определенный фрагмент видео. Вы можете ее оформить красиво по форме и по цвету. Ну и определиться, останавливать видео, не останавливать. То есть это тоже такая гиперссылка, но она более интересно смотрится. И она позволяет перескакивать не только на какие-то сторонние ресурсы, но и на определенный фрагмент видео тоже. Вот таким образом действует. Вообще по этому сервису рассказывать много достаточно можно. Здесь про каждое задание. Но принцип, собственно, я думаю, понятен. Вам нужно выбрать шаблон, который нужно использовать. А есть тут набор шаблонов, которые можно использовать. Да, вы попадаете в сервис, открываете выпадающий список. Вам все шаблоны тут же списком выдают. Вы можете выбрать то, что вам нравится. Все эти шаблоны. На слайде я подписала для интерактивного видео. А вообще на самом сервисе вы можете про каждый шаблон почитать. Там есть подробное описание и примеры для каждого, как в Learning SEP, собственно. Есть примеры, и можно посмотреть, как это выглядит. Еще такая опция есть у этого сервиса. Если он у вас очень длинный, и вы хотите устроить по нему навигацию, можно сделать серию закладок. Для этого есть вот такой значок с флажком. Он внизу располагается. Это букмарк. Добавить закладку. Нажимаете на плюс и вписываете какое-то название этой закладки. Вот у ролика про витамины, который я вам дала, там есть закладки. Если нажать на флажочек, они откроются. С левой стороны будут. Что дают эти закладки? Что дают меню? Из этих закладок потом меню создается. А это удобно для просмотра видеоролика. То есть вам вы даете какое-то учебное задание для своих учеников или для читателей посмотреть видеоролик. И называете эпизоды, которые они должны посмотреть. А дальше устанавливаете, чтобы они не искали по всему видео. Ставите закладки в нужных местах. Как для книги, вот и для видео можно то же самое устроить. Готовое видео, как только вы его создали, вы можете сохранить, конечно, получить на него ссылку и код, встроить на страницу сайта и блога. После этого оно у вас будет работать. Вот такой интерактив. В конце видео, чуть не забыла сказать, есть такая особенность, называется итоговое задание. Оно необязательное. Для выполнения можно сделать, можно нет. Это итоговое задание по всему видеоролику. Вы можете набор утверждений создать, несколько наборов утверждений, правильных и неправильных. Задача участников выбрать только верные из них. Но задание, повторюсь, необязательное. Оно просто для проверки, насколько хорошо вы поняли содержание видеоролика. По итогам просмотра видео вам будет выдан ваш результат, количество правильных и неправильных ответов. Можете сами себя проверить. Ну и еще несколько сервисов, которые созданы были для обсуждения видеороликов. И первый из них сервис Вайлакс. Сервис, который позволяет создавать обсуждения на основе видеофайла с YouTube. Регистрируйтесь, загружайте видео. И точно так же, как и в предыдущих сервисах, запускайте его в нужный момент, останавливайте. К видеоролику можно добавить либо комментарий, это будет аннотация, в разделе New Comment. И второй вариант можно добавить в опросы или вопрос. Это будет New Poll. У вас откроется окошко прямо под видео. Здесь все в режиме одного окна, ничего, никуда листать не нужно. Просто вписывайте нужный вам текст, нажимайте кнопку Post и добавляйте. Сервис никаких дополнительных опций, как видите, не предоставляет. Тут ни картинок, ни видео, ни ссылок на веб-ресурсы. Здесь исключительно сервис для того, чтобы организовать обсуждение по просмотру видео. Это у меня сейчас комментарий на слайде, а вот дополнение вопроса. Тут два вопроса есть. Multiple choice – это один из нескольких. А check that apply – это можно выбрать несколько вариантов ответа. Вписываете вопрос, даете варианты ответа и нажимаете кнопку Post. Здесь нет ни правильных, ни неправильных ответов. Здесь скорее даже не викторина, а голосование. То есть вы узнаете мнение участников о просмотренном видео. Можете им задать открытый вопрос в комментарии, а можете вот такое голосование устроить. Но если вы посмотрите сейчас, то никак нельзя отреагировать. То есть этот сервис, он хорош тем, что можно посмотреть, все вопросы, они открыты, их можно почитать. Но самому принять участие без регистрации здесь нельзя. Чтобы поучаствовать и начать комментировать, нужно зарегистрироваться в сервисе. Поэтому вы можете видео настроить для всего просмотра публичного, либо можете его сделать приватным, и тогда приглашать по ссылкам по электронной почте своих учеников, читателей, чтобы они участвовали и комментировали видеоролик. Сервис очень простой, добавляется все очень просто, и работать тоже неплохо. Готовый вот этот видеоролик с обсуждением можно встроить на страницу сайта и блога. И можно с ним работать будет и так. Вот как раз опция создания класса. В этом сервисе вы можете создать свою группу, класс define your group, будете название, задачу вашей группы или описание, допустим, обсуждения видео, а дальше ссылку на ваш интерактив, на ваше интерактивное видео для обсуждения, и можно ее так рассылать своим ученикам, приглашать их к обсуждению. Еще один сервис, о котором я вскользь упомянула, это сервис TED-Ed. Сервис очень хороший. Если вы по одной из ссылок заходили, то видели, там видеоролик был про Арктику и Антарктику, такая анимация, мультик. Вот это как раз пример видео, снятого TED-Ed. Сервис, который создает видеоролики в виде анимации по разным учебным темам. Причем очень интересные анимации получаются. Там работают ведущие мультипликаторы и совместно с учителями. Получаются очень интересные познавательные мультфильмы. Одно время очень хорошо их переводили на русский язык, и можно было их даже в русифицированном виде посмотреть. Вот этот мультик про Арктику и Антарктику просто у меня чудом сохранился на компьютере. Сейчас в связи с тем, что сообщество TED-Ed предъявило права на свой контент и запретило перевод на русский язык, в очередной раз все ролики были стерты с YouTube, и сейчас их можно только на самом канале посмотреть, на TED-Ed и только на английском языке. К сожалению, это большая ошибка, не ошибка, но в общем это не очень хорошо. Только для тех, кто владеет английским. Но у этого сайта, у этого сервиса есть такая особенность. Здесь можно создавать видеоуроки на основе своих видеороликов. Вот все эти анимации они создавают для того, чтобы на их основе создавать уроки. То есть прикреплять к ним задания, викторины, упражнения, дополнительные материалы и так далее. Вы можете взять любой свой видеоролик, не только свой, опубликованный на YouTube, добавить его сюда и здесь внутри этого сервиса сделать видеоурок. Вот маленький видеоурок я вам сейчас отправила в чат. Как это все работает? Если вы откроете этот видеоурок, то увидите, что там есть видеоролик, а к нему несколько вкладок с различными заданиями. Вот сейчас у меня конструктор этих заданий открыт на экране. Вот с левой стороны сам видеоролик, который я загрузила с YouTube. Красной рамкой внизу я выделила, что это видео можно обрезать, либо заменить на другое, если вам оно разонравилось. Дальше. Название определенное. Далее у вас первое – это вкладка «Let's begin». Это описание вступления для вашего видеоролика. Какие-то вступительные слова, если они вам необходимы для вашего видеоурока. Дальше. Вкладка «Sync» рядом с видео – это викторина. С несколькими вопросами, которые не прикреплены к моментам видео, но тем не менее они касаются этого видеоролика. Вот конструктор для создания вопроса. Вы добавляете вопрос, к нему варианты ответов, и правильно отмечаете, он у вас зеленым цветом отмечен. С правой стороны вопрос, но уже открытый. Здесь просто саму формулировку вписываете и нажимаете «Сохранить». Таким образом, вы можете добавить неограниченное количество вопросов. Единственное, что лучше, поскольку они к определенным моментам видео никак не привязаны, лучше их выстраивать по хронологии. То есть участник смотрит видео и параллельно может приостановить видеоролик, заглянуть во вкладку «Sync», ответить на вопрос и дальше продолжать просмотр видео. Так может быть удобнее. Это вот что касается вопросов. Дальше. Есть там вкладка, которая называется «Dick Deeper». «Копнуть поглубже». Это дополнительная информация по теме. Сюда вы можете вписать довольно приличный кусок текста. 7500 символов с картинками и ссылками. То есть вы можете какую-то дополнительную информацию здесь вписать. Какой-то текст дополнить, насытить его разной информацией полезной. Далее. Есть функция «Discussion», дискуссия. Здесь вы просто задаете тему дискуссии, задаете какой-то проблемный вопрос. Может быть, описание. Ну, а дальше участники уже сами дискутируют, отвечают, обсуждают и так далее. Еще одна вкладка «Final» – это заключение вывода по вашему видеоуроку. Здесь вы можете опять какую-то дополнительную информацию добавить, список использованных ресурсов, список дополнительной литературы. Здесь можно картинки и ссылки добавлять без ограничения. Объем чуть поменьше здесь, значительно поменьше, 890 символов. Но, тем не менее, можно довольно много вместить. Вот таким образом. То есть, участники выбирают, как они. Сначала смотрят видео, потом отвечают на вопросы, задания, либо в процессе того и другого. Но в конечном итоге получается вот такой видеоурок. И с дополнительными информациями, и с викторинами, опросами, аннотациями и ссылками. Тоже довольно интересный формат, необычный. Единственный недостаток – вы получаете ссылку на ваш видеоурок, но не сможете его встроить на страницу сайта и блога. Это единственный недостаток. А все остальное очень симпатично выглядит. На ваш взгляд, топ-3 какой? Ну, давайте я закончу с последним сервисом. У нас еще один остался. А дальше расскажу, что нравится мне. А там уже выбирайте. Я просто под свои задачи смотрю. У нас у каждого свои интересы. Мы представляем разные организации, поэтому сложно сказать. Универсальных инструментов нет. У кого-то свои плюсы, минусы. Но я расскажу, что нравится мне и что я использую в работе. Хорошо. Последний инструмент называется он VisorMe. Очень красочный инструмент, ориентированный прежде всего, наверное, на школьную аудиторию, на детскую. Потому что позволяет создавать интерактивные рабочие листы. Тот же видеоурок, как у TED-Ed, но в другом формате. В формате рабочего листа. Вы загружаете видеоролик. А дальше к этому видеоролику можете прикреплять большое количество разных заданий и интерактивностей. Вот я вам в красную рамочку их выделила. Как кубики в конструкторе. Один на другой ставите. И там заполняете шаблоны. Все очень просто. Сервис очень красочный. Здесь можно и обложку выбрать, и картинки загрузить, и цветовую гамму, и шрифт подобрать красивый. В общем, тут большое поле для творчества. И практически все инструменты здесь бесплатные, за исключением последнего, где замочек стоит. А так вы можете сюда добавить открытый вопрос с выбором ответа, текст с пропуском, задание на соединение пар, на табличку, на создание таблицы, на сортировку. Можно поле для рисования вставить, добавить ссылки, код для встраивания есть. Например, вы создали викторину в Learning App и хотели бы ее куда-нибудь пристроить. Вот сюда можно. Можно по коду добавить любой встраиваемый объект. Можно дискуссию устроить, обсуждение и много чего другого. Единственное, что работать в этом сервисе можно, даже если вы не зарегистрированы, просто сами для себя, для проверки. Если вы хотите в учебных целях использовать, то участников нужно зарегистрировать, чтобы вы получали обратную информацию по вопросам этого сервиса. Кто как ответил. Здесь есть кнопка Answers, ответы. И вот нажав на нее, вы получаете список всех участников, которые у вас поучаствовали в викторине, и кто дошел до конца, и их ответы правильные и неправильные. Очень интересный сервис для школьников. Вообще замечательный. По любой учебной теме сейчас много видеороликов. И задания все очень разные и необычные. Поэтому очень просто и очень интересно в итоге получается. Готовый интерактивный лист. Вы можете рассылать своим ученикам по ссылке. Встроить на сайт и в блог не получится. Он достаточно объемный. И опции такой нет у сервиса. Но вот рассылать по электронной почте можно делиться в социальных сетях, либо каким-то другим образом ссылку демонстрировать. В общем, получается интересный инструмент. Вы можете по любую теме создать целую серию видеоуроков. Ну и наконец, настал момент для бонуса сегодняшнего. Где взять все эти примеры, посмотреть повнимательнее, если вы что-то не успели, или где найти обучалки по всем этим сервисам. Вот ссылка на презентацию. Вот эту ссылку я предлагаю вам сохранить, если вам нужны эти обучающие материалы. Это обучающая презентация справочная по всем 13 сервисам. Там все эти примеры, которые я сегодня вам показывала, ну, большая часть примеров там есть. Можете еще раз к ним вернуться, посмотреть, почитать обучалки, посмотреть, как вам для работы. Я помню свой вопрос про топ-3 сервисов, что мне нравится в работе. Ну, я уже по ходу, если вы заметили, пару раз озвучила свои предпочтения. Мне нравится AdPuzzle, потому что он удобный для работы и быстрый. Я начала присматриваться к PlayPosit, но пока не совсем его подняла, не все там непонятно, но тоже он изменился к лучшему, это приятно. Поэтому пока AdPuzzle выбираю. H5P – это, безусловно, мой лидер, несмотря на неудобный интерфейс, он мне очень нравится, потому что он абсолютно бесплатный. Там никаких ограничений нет, поэтому это здорово. Ну, и он сразу позволяет очень много что сделать. То есть не нужно тысячу сервисов брать, а под одной крышей вы можете сделать и викторину, и аудио, и видео, какие-то интересные вещи, и флеш-карточки, и многое-многое другое. И надо регистрироваться в 50 сервисах, а можно все это в одном сделать. Ну вот, AdPuzzle, H5P и Visor.me. Наверное, вот так бы я озвучила. Они как раз, наверное, в порядке предпочтений так и подошли. Вот. На этом все сегодня, все, что хотела вам рассказать по теме. Большое спасибо всем, кто сегодня пришел на вебинар. Ну, и всем, кто приходил и ранее. Те, кто постоянная аудитория, тоже большое вам спасибо за внимание к тому, что я делаю. Я надеюсь, что в следующем учебном году мы тоже с вами встретимся. Всего доброго и до встречи в сети. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Марину за замечательный вебинар. И в целом за замечательную серию вебинаров, которые Марин провела в этом году у нас в Директ Академии. Мы обязательно в следующем году продолжим наш опыт общения с Мариной. Это наш замечательный спикер. И я надеюсь, мы будем снова радовать вас интересными темами. Я хотел бы поблагодарить и вас за активное участие, за вопросы, которые вы задали. И хотел бы напомнить, что Директ Академия – это вебинар каждый день. Мы приглашаем вас на вебинары, которые состоятся завтра и послезавтра. И далее приходите, будет интересно, будут интересные спикеры. Вы еще весь июнь у нас впереди. Ну, а после нас ждет Новый год и Новый сезон. Когда будет доступна запись этого вебинара? Это во многом зависит от того, насколько быстро эта запись отконвертируется внутри вебинарной системы. Если все пойдет по плану, то, может быть, даже сегодня вечером. Если нет, то, скорее всего, где-то завтра вечером. Вот примерно так. Всего доброго. До встречи в Директ Академии. До свидания. Продолжение следует...